всем привет всем привет предпоследняя серия по библиотеке компонентов наконец-то выхожу на финишную прямую не делал у меня заказ приехал не делал трансляцию в прошлые выходные потому что слишком мало короче было изменение относительно предыдущей трансляции вот но зато за две недели господа накопилось вообще нормально собственно говоря если такая вот штука у нас теперь вот это поддерживается что не может не радовать дам вот 20 компонентов уже готова новые компоненты хлебные крошки спойлера не было тоста не было папа по не было про все это сегодня расскажу покажу соответственно как я это реализовал я запустил это все дело еще на третьем на ксте то есть все работает посмотрел сколько весит это все дело обрадовался этому как видите 10 килобайт javascript занимает тот единственный esm файлик и еще три файла есть у приложения css файлик 5 килобайт сжатый и два шрифта это 400 и 700 ну толщина вес соответственно не по 8 килобайт получается неплохая экономия относительно всего того что вот у меня было установлено по отдельности до начиная с какого-нибудь слайдера которая кстати переделал таких стрелочек по моему не было я вам не показывал вот заканчивая культ валидацией то есть один свайпер наверное есть примерно столько у меня к счастью получилось 20 штук уместить это к счастью или к сожалению еще не все да не все компоненты сейчас на этот экран перемещу об открыл это что осталось сделать у текущих до у существующих компонентов нужно вот эту штучку сделать которую я до сих пор все переношу и переношу страшно использовать компонент из но я его использовал когда делал когда я делал 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 хлебной крошки потому что здесь надо прокидывать на кстлинк а в случае если это будет юзаться во view то роутер линк соответственно компонент из нормально сработал я ожидал как бы печальных последствий но она сработала вот поэтому я думаю филде там конечно но field это самый наверное большой самый сложный компонент вообще из всех если получится у меня через компонент из все внутренние компоненты подключить было бы очень круто ну ничего еще дойдем до этого так установка в третьем на ксте все работает давайте запущу покажу запустить как хорошо можно закрыть на кст после того как он вышел да вот это вот бета-версия я бы назвал альфа версии я ее не трогал вот и прошло практически две недели но полторы недели я ее установил теперь нет никаких как бы особых проблем давайте на всякий случай установлю если вдруг там что-то нет вот кстати заодно покажу он хочет свежие версии но джесс типа 611 вот а у меня 691 казалось бы ну окей ничего как бы критичного потом установлю остальное остальные все вроде как проблемы ушли может какой-нибудь ворнинг остался один но это он все на ноуды ругается ну блин у меня почти такая же версия но это он сам как бы предупреждать все то есть все ушло то есть то что вот после того как они выпустили с чем были проблемы все как бы закончилось то есть вот компонент ну собственно где на кстлинк прокидывал вот но он ругается на то что нету такого услуги до урла это что нету фав иконки но это никак не связано как бы с моей библиотекой как подключено все это дело установлен пакет я создал файлик и по инструкции на сайте нахста я подключил просто плагин то есть отдельно css тоже подключил все то есть вот эта вся установка плагина даже не надо в нахст в нахст конфиге ничего трогать он здесь пустой а в app.js я добавил на кст пейдж вот и уже на странице сделал свой компонент хлебные крошки куда прокинул компонент на кстлинк но я не прокинул компонент я прокинул название компонента это важно он ругается как бы но на это опять же можете не обращать внимание это никак не связано так ну чего с чего начнем давайте начнем с этих хлебных крошек я закрою тогда в этом можете поверить на слово что здесь работает начнем с компонентов до которые поменялись хлебные крошки очень интересный компонент несколько часов я точно на него потратил возможно более опытные товарищи нет несколько минут как бы потратит что что делают хлебные крошки да они из входных на так сказать данных делают вот такую вот конструкцию которая состоит из много чего на самом деле давайте покажу исходный код потому что там схема джейсон используется естественно здесь эти есть страшные вещи ну то есть на некоторые как бы не надо слишком критично к этому относиться еще стоит хлебные крошки стоят хлебные крошки то есть здесь но как я говорил схема орг она корректная то есть все это много раз проверялась изначально когда я делал такую вот конструкцию то есть все эти проходят тесты гугловский например это сама ссылка как видите здесь это а вот потому что но в южи не знает что такое next link и вот этот вот пакет view sfc rollup он к сожалению не знает что такое router link потому что здесь нету view роутера да я его отдельно не устанавливал хотя возможно его придется установить чтобы была структура что каждый компонент это отдельная страничка потому что у меня все на одной странице вот итак хлебные крошки breadcrumbs то есть я туда закидываю просто тег а но компонент из он же поддерживает обычные html теги поэтому то есть компонент из link type если туда прописать если мы работаем в и прописываем next link если работаем во вью там юсилай прописываем роутер линк и все должно работать вот как ни странно но это только первая часть да то есть как мы оборачиваем ссылки с помощью чего у нас будет переход на страницу мы же не будем обычными ссылками а делать переходы внутри view или next приложение хорошо дальше у нас вот этот breadcrumbs это вычисляемая короче переменная массив вот мы в этот компонент засовываем не побоюсь этого слова относительный url до страницы где она находится то есть здесь я это просто вот здесь прописал но в реальном приложении это будет что-то типа this road pass как во вью роутере стандартная комментарий придется так как переходить на динамические страницы через роутер link или next link не получится тут поможет только роутер push это почему это не получится все получится тут все окей с этим то есть содержимое вот этого компонента да то есть по сути это мой компонент я взял вот отсюда до с рабочего моего сайта то есть вот здесь есть эти штуки динамические страницы вот я сейчас на динамической странице вот сформировалась пожалуйста переходим то есть здесь абсолютно тот же самый компонент просто его своего сайта взял вырезал так сказать и в более такой универсальный вид как бы превратил ну да ладно подставляются соответственно все названия здесь особенность том то что последний элемент хлебных крошек он не должен являться ссылкой вот поэтому эта штука проверяется то есть вот здесь у меня и у последнего элемента нет соответственно стрелочки вправо округается в момент создания компонента данных нет либо ссср либо в пак ну здесь роллап вот и в на ксте третьем вид но я на view села и соответственно пробовал там вроде как тоже хорошо ну короче ладно то есть когда я буду делать вот сайт свой я естественно будет понятно работает не работает но с виду все работает я думаю проблем быть не должно ну короче последний элемент не является ссылкой там есть позишен вот это вот позишен контент 1 здесь должен быть контент 2 вот он это контент 3 то есть это опять же по схеме орг короче это я рассказал как лучше всего прокидывает до что вручную не писать но вот это вот гораздо сложнее как бы продумать что ли или реализовать чем просто за из раут пас то есть нужны названия для всего этого дела если название для текущей страницы до какой-нибудь там зис h1 можно сделать потому что обычно опять же он есть на странице но по крайней мере на моем сайте можно получить доступ к этому всему вот а вот эти но опять же главное на универсальное но вот эту штуку придется прокидывать либо еще одну промежуточную вот здесь вопрос как бы сколько этих элементов об этом вообще отдельная тема то есть у меня на сайте нету вложенности то есть это у нас основная страница второй как бы уровень и третий уровень четвертого у меня нет но в этом компоненте я его предусмотрел таким как бы хардкодным путем но тем не менее опять же все это достаточно быстро сделал к счастью поэтому тут сок ну короче про это все рассказал показал дальше давайте даже приближу чтобы вам поплохело оп как собирается вот эта штука да по которой мы итерируем то есть у нас есть строка вот она url и у нас есть массив названий страниц в каком-то человекопонятном виде да соответственно мне их нужно объединить вот и немножко модифицировать здесь предусмотрено как я говорил 4 до уровня вложенности вот не знаю это может до бесконечности развивать сто процентов это можно как бы переделать в какой-то более приличный вид вот я думаю здесь понятно что происходит то есть здесь формируется сама ссылка потому что мне же не просто нужно это разделить типа здесь ссылка example здесь ссылка блок нет нифига то есть здесь ссылка на главную страницу здесь ссылка на блок еще раз то есть здесь идет слэш блок соответственно первая ссылка плюс это если идет 3 то здесь еще будет слэш экземпл вот я про что говорю здесь просто нету ссылки потому что это последний элемент как бы хлебных крошек там не должна быть ссылка вот собственно говоря вот эта штука решает эту проблему то есть тут собирается корректная ссылка на каждый из элементов хлебных крошек вот здесь они объединяются два этих массива и все возвращается вот эта вот штука больше ничего нету в этом компоненте по сути самое сложное это было собрать вот эти корректные ссылки в принципе все если есть вопросы задавайте в баттоне вроде ничего не поменялось в css добавил пару цветов я вообще думаю конечно свой этот primary цвет нужно поменять потому что он капец как похож на обычный цвет какой-нибудь ошибки вот добавил color success что тут еще ну все эти стили стандартные я их не менял карточка все то же самое осталось чекбокс обновил то есть были обычные чекбоксы я добавил еще чекбокс в виде свеча то есть все это тоже самое нужно только дописать props design switch вот по умолчанию можно дизайн не прописывать он будет по умолчанию вот можно сделать type switch но у меня уже где-то в других местах использовалось дизайн поэтому я его короче пытаюсь как-то это одинаково называть props можно поменять его дизайн соответственно как угодно но как бы факт остается фактом самый обычный то есть по всем этим инструкциям код не поменялся поле в принципе не поменялось это все то же самое я удалил короче иконки социальных сетей потому что они мне в принципе как бы не нужны про иконки я еще расскажу это все то же самое то же самое то же самое multiselect все то же самое к счастью до сих пор работает мне нравится очень этот компонент все тут с клавиатуры управляется можно с клавиатуры выбирать escape все дела pop-up вот наконец-то дошли до нового компонента давайте к нему из чего состоит pop-up то есть вот он автоматически появился как видите состояние pop-up true логично предположить что я его изначально задал да как true как мы можем выйти из pop-up да классическими способами нажав на эту кнопку нажав вне зоны pop-up либо нажав на клавишу escape все нормально вот этот pop-up как видите через слот все данные передаются внутрь для отображения вот и через vmodel короче связывание состояния да потому что например я хочу управлять управлять я практически всегда буду управлять pop-up из вне да то есть например открывать его по какому по какому-нибудь там событию поэтому эта штука важная содержимое pop-up я не знаю как бы что здесь такого сказать то есть у нас здесь есть типа фон вот этот темный как самый как бы обычный pop-up я не знаю что тут еще сказать вот здесь маус даун разве что да не клик потому что когда мы начинаем например что-нибудь выделять вот здесь начинаем выделять я зажал кнопку мыши а вот здесь отпускаю если это сделать на события на клик то поп-ап бы уже закрылся поэтому маус даун поудобнее ну и закрываем поп-ап соответственно вот эта штука можно вместо set time out сделать с этот await next tick не знаю почему я сделал set time out вот без разницы идем дальше ну не знаю что еще показать здесь меняется false true видно состояние в родительском да так сказать компоненте я поменял короче полностью приписал компонент радио баттонов до своих потому что у меня был он сделан неправильно вот плюс я также сделал отображение в виде кнопок поп-апа ой баттонов этих потому что такая штука тоже у меня может применяться то есть это скрытые эти input ну и здесь тоже они скрыты эти же нестандартные то есть настоящий то в любом случае всегда скрыт так все работает то есть плюс я еще сделал возможность менять направление да то есть по умолчанию вертикальные я сделал как во flex да то есть row column можно сделать горизонтальные можно сделать в виде кнопочек вот показываю радио баттонс соответственно есть этот компонент радио вот у него естественно есть vmodel да то есть это то что мы в итоге выбираем vmodel как и в других аналогичных моих компонентах не обязательно да это стринг сейчас отвечу да на комментарии с этим я делал аудиоплеер между прочим вот то есть может быть объект value name то есть показываем одно внутри другое может быть просто стринг где одно и то же может быть number в качестве опций короче очень похоже на обычный select то есть вот эти два компонента можно сказать копиях просто они выглядят по другому также очень похож checkbox и multi select то же самое по сути ну кому как больше нравится вот короче загоняем опции и с помощью vmodel делаем это связывание и через пропсы настраиваем какое-то отображение содержимое содержимое такое в основном стиле тут да содержимое добавляем вот эти динамические классы от которых зависит внешний вид да то есть направление и опять же кнопки это либо обычные радио баттоны вот эту штуку приходится делать компьютер то есть почему мы итерируем потому что разные форматы могут входить да соответственно по-разному это может отображаться потому что ну не всегда это будет объект не всегда это будет string или number поэтому здесь все приводится к единому виду вот все вроде работает вот этот uid кстати по-другому в третьем view не как во втором то есть он вот здесь хранится если вдруг кому-то это пригодится ну настоящий input он естественно спрятан вот мы видим фейковый отвечаю на вопрос из комментариев здравствуйте здравствуйте интересно было бы увидеть создание видео плеера или аудио плеера на view или javascript не по теме конечно я делал на работе аудио плеер вот очень красиво относительно функционально давайте вкратце то есть есть аудио такая штука html аудио вот здесь можно посмотреть что это такое и у него немного нет вот да здесь гораздо лучше то есть по умолчанию он вот такой но это все скрывается и управляется с помощью различных опять же встроенных методов вот их там полно то есть можно по крайней мере что делал и делает мой аудио плеер то есть естественно старт play управление громкостью кнопка mute с возвратом громкости которая была выставлена да на момент нажатия на кнопки mute ускорение то есть можно менять скорость прокрутки вернуться на начало то есть все это прям ну достаточно просто то есть прям такой это легкий уровень сложности вот на самом деле есть куча различных примеров вот то есть можно посмотреть как делают другие люди вот и уже сделать самому видео плеер я делал просто ну у меня был лайфрейм ютубовский вот в попапе то есть я просто туда закидывал в качестве пропса айдишник ютубовского видео вот и оно у меня там внутри проигрывалось есть аналогичный тег для классического вот этого html видео да но ну вопрос как бы в хранении да и в размере потому что youtube сжимает и хранит гораздо лучше чем мы можем это сделать поэтому здесь как бы мне кажется лучше youtube в качестве некого хостинга да и плеера сделать самому просто сделать какой-то микрокомпонент в котором нет ничего кроме вот этого айфрейма вот надеюсь что я ответил но плеер уже сам типа накидываешь из всего этого вот это вот все тоже делал то есть тоже отображается текущее время общее время есть короче фишка то что на устройствах короче когда я уже сделал плеер уже все работало и потом когда я подключил pva да короче он перестал работать потому что сервер короче должен давать какой-то там конкретный и хитрый ответ в момент когда загружается этот файл на устройствах apple там идет два запроса вот какая-то хитрейшая обработка поэтому перестали работать эти аудиофайлы в итоге я исключил исключил в файле манифест чтобы pva их как бы не обрабатывал ну не кэшировал можно так сказать вот после этого все опять вернулось то есть pva работает просто именно файлы с расширением mp3 как бы игнорируются опять же вдруг кому-то это пригодится потому что я на это потратил ну пару часов точно потому что очень тяжело было вообще понять что происходит то есть все работало а на устройствах apple почему-то типа перестало работать вот давайте продолжим ну про радиокнопочки я все рассказал здесь достаточно просто в селекте ничего не поменялось в слайдере поменялось в слайдере ну я изначально по моему на трансляциях об этом говорил я хотел добавить стрелочки и некую вот такую вот область много где встречается вот такая вот реализация да то что когда я не навелся не навел да hover не сделал мышкой нету ничего то есть мы видим все изображение ну здесь дивы это не картинка естественно когда наводимся у нас появляются стрелки когда наводим на эту область то стрелка становится еще более видной а пасти соответственно увеличивается и еще фон то есть сама-то кнопка она большая это просто иконка внутри нее это дисплей флекс и она посерединке вот на последнем конечно же пропадает на первом пропадает это то есть все как бы нормально это все как раньше то есть нижнюю я не поменял плюс это вообще жесть короче пришлось использовать пришлось использовать get computed чего-то там сейчас до этого доберемся потому что видите какая ширина у слайда 1253 86 а у нас же прокрутка идет через вот этот вот голос живи через transform translate да и идет просто складывание то есть когда мы перематываем вот он складывает ширину как бы слайдов вот и по умолчанию я делал просто типа parse то есть получался обычный number с этими без короче долей и на последнем слайде уже прям капец вылезало то есть там не знаю 4 пикселя например да или сколько в этом случае будет ну 4-5 пикселей от предыдущего слайда то есть здесь все окей как видите вот поэтому пришлось заменить реализацию и в слайдере теперь у меня get computed style называется то есть это встроенная как бы функция для того чтобы получить он причем текст возвращает а не number и в пикселях то есть точную с долями ширину вот поэтому из этого ну этот текст приходится в number да превращать и пиксели отрезать не побоюсь этого слова зато стал слайдер приличнее работать есть вот эта штука то что я ну это по-моему уже было когда меняете размер то есть окна ему нужно это все пересчитать поэтому здесь все остается на месте но она двигается как бы подстраивается я имею ввиду то что слайд этот остается на месте нету такого то что он там если вот эту штуку не сделать то он там наполовине может застрять новый компонент спойлер наверное самый простой из тех что я делал вы не поверите он ничего не делает кроме как раскрывает и скрывает контент это единственный компонент который использует transition вот но здесь фейт обычный транзишн там 200 наверное миллисекунд давайте посмотрим на его реализацию спойлер то есть опять же через слот передается содержимое вот но в спойлере есть же еще заголовок вот причем это не просто заголовок а два заголовка он же может меняться в очередной раз скажу то что я же делаю это все для своего сайта да не какой-то не знаю теоретический теоретическая библиотека компонентов я ее планирую на своих проектах применять у меня есть короче вот такая вот штука вот то есть я явно буду здесь использовать то же самое меняются названия вот и в зависимости от состояния спойлера то есть раскрыт он или нет меняются вещи вне него то есть видно да то есть у меня родительский компонент должен знать в каком состоянии находится конкретный спойлер поэтому через vmodel это все дело связывается и можно что-нибудь чем-то управлять еще снаружи этого компонента показываю как я его сделал ну здесь вы видите то что два этих заголовка я кстати по моему делал даже дефолтные заголовки есть ну вот раскрыть свернуть если вообще никакие не писать они будут не вру не вру то есть они есть по дефолту можно еще упростить если это прям какой-то стандартный типичный спойлер то есть у нас если он раскрыт да то показывается если раскрыт не показывается меняется название тайтла по тому же условию вот и содержимое самого спойлера как я вот уже говорил через слот отображается то что мы там внутрь между двумя тегами размещаем приличное слово классы меняются но у него немножко то есть вот здесь добавляется бордер меняется ну transform rotate сколько там градусов у стрелочки этой arrow в принципе все обычные самые ничего такого нет ну это реализация vmodel то есть через model value и update model value да как во view 3 и собственное состояние развернут он или нет все текстария не менялась давайте тост напоследок оставим потому что это самое интересное наверное upload короче еще доделал вот во первых я сделал валидацию также я сделал валидацию радио валидация не работала теперь можно делать required давайте загрузим например 4 файлика да не загрузим а обозначим что мы хотим их загрузить я опять же не помню две недели назад я показывал было оно в таком состоянии или нет по-моему нет я начинал тут что-то делать вот короче у файла файл лист это проблемная короче штука вот поэтому я заменил ее на data transfer как оказалось ну это такое распространенное решение потому что можно менять как бы содержимое а менять как бы файл лист проблематично или как он там называется погуглите если вам интересно короче вот я выделил 4 файла вопрос а как сделать чтобы можно было загрузить и показывалось на сайте нужно сразу тогда загружать то есть здесь ну это ну это файл да то есть можно почитать какие данные в нем хранятся то есть ну про это короче была предыдущая предыдущая трансляция то есть только это не input type файл но я думаю мы сейчас доберемся вот вот он файл лист то есть файл лист не дает как бы себя менять к сожалению вот ну вот ссылка на файл соответственно в файле есть его тип есть его размер есть его название когда он был изменен соответственно эти данные можно с ними работать то есть например здесь я складываю общий размер ввожу как видите название ввожу количество это легко сделать вот можно сделать чтобы сразу они загрузились да но это немножко не то то есть здесь идет пока выбор потому что я могу удалять то есть например давайте удалим оп здесь все пересчиталось оно кстати не пересчиталось вы видели или пересчиталось ну-ка давайте еще раз размер здесь он явно пересчитался или они маленькие были давайте вот эти три выделим 15 запомнили да надо короче что-то с размером сделать записать запятая обновить расчет размера файлов но там явно будет просто короче их можно удалять я сделал то что когда файл один не выводится количество и размер потому что вот он и есть один когда мы например загружаем два файла добавляется вот этот вот блок где я считаю их как бы сумму вот и ввожу количество такой вот короче компонентик здесь здесь в форме ну сейчас соответственно не заполнены обязательные поля да если я их заполню то есть вот я заполнил все кроме загрузки файлов все можно отправлять успех ура то есть валидация работает вот она object data transfer называется эта штука состоит из файлов то есть файл лист состоит из файлов и data transfer состоит из файлов но data transfer можно менять а файл лист к сожалению видимо нельзя вот такая вот короче важный важный компонент вот и потом через этот multipart да как она называется form data new form data append туда это все можно будет прикрепить давайте перейдем к тосту тадам этот компонент существенно отличается от всех других которые вообще есть в моей этой так называемой библиотеке в тосте нету темплейта в тосте странная структура я ни разу не делал как бы сам да с нуля тосты я всегда пользовался какими-то готовыми библиотеками то есть как видите здесь есть три вида которые запускаются в таком вот стиле раз два три они должны еще плавно исчезать плавно появляются плавно исчезают можно много их наделать все ну мне нравится короче как они выглядят нужно его импортировать вот потому что здесь как бы вообще дискуссионный вопрос как работать с этими тостами выбор 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 какой либо я делаю что-то глобальное и у нас получается что-нибудь типа this dollar тост инфо но так делать вроде как не очень хорошо потому что нечего как бы в глобальное что-то засовывать извиняюсь выглядит так как будто лайки нажимаешь ну толстые как бы куча различных этих способов их использовать типа там ошибка вывод ошибки если что-то не отправляется там успешная там успешный вход успешная регистрация то есть все это можно показывать очень как бы часто используется но это не используется вообще на моем сайте то есть у меня этого не используется но в админке используется поэтому оно мне нужно плюс на других проектах естественно используется в общем я сделал через импорт то есть это единственное по сути что нужно дополнительно какие-то условия предпринять чтобы компонент из библиотеки работал но соответственно не надо будет использовать this там доллар что-нибудь то есть используется просто тост но это обычный компонент господа а как получить доступ к методам компонента это написать что-нибудь типа ну название компонента тост потом методс да потому что они же все там лежат а может быть их например нету поэтому или знак вопроса или восклицательный и потом уже название там инфо например то есть вот подобным образом ну типа мне кажется что это не очень хорошо поэтому у меня в методах лежит компонент который отображает ну который занимается именно отображением всем этим а просто в options да то есть в корневую так сказать структуру секции скрипт компонента я запихнул эти три функции и это аддок вот то есть можно очень красиво этим пользоваться вот но внутри это выглядит не очень то есть если вы как бы знаете если вы делали подобные вещи вот такая вот конструкция она меня пугает соответственно здесь три функции они не в методах не в методах то есть вот они три функции вот методы здесь как раз этот метод который все это дело выводит добавляет ну вот эту штуку для плавного отображения для плавного ухода подскажи please создал компонент button в naxt v2 так и ну вот то есть здесь вот эти три функции все что они делают они они принимают сообщение да которое будет выводиться и в зависимости от того что мы пишем после тост типа тип да этого тоста success error info так же это все дело передаем дальше уже в метод в нормальный да тост здесь все это дело принимается и в зависимости от того что там было подставляются вот эти бэкграунды вопрос по поводу компонента button в naxt v2 вешаю клик и он не срабатывает во второй версии naxt трудно сказать почему да в третьей версии проблема в том то что он ну возможно тебе надо prevent дописать или как он там называется не prevent а native native модификатор типа click.nate но во вью третьем его убрали вот поэтому вот у меня button пишет влад привет какие-то гайды теоретические практические планируются по третьему naxt вот эта библиотека она уже работает в третьем naxt я буду с нуля переделывать свой сайт на третий naxt на прямых трансляциях в том числе теоретических у меня было у меня вот на канале теоретических видео не знаю может процентов пять вот у меня было теоретическое видео в целом про третий naxt да когда он вышел но я заранее говорил то что когда он выйдет просто типа посмотрим что там находится а люди писали негативные комментарии вот ставили дизлайки лайков конечно больше но как бы то есть там просто больше просмотров то есть пришли люди на этот видос явно которые ну не знакомы как бы с тематикой этого канала то что я на прямых трансляциях все показываю вот короче в третьем view делается ну эмит какого нибудь внутреннего события то есть это не нативное событие и уже внутри кнопки у меня вот идет UI например клик либо можно его каким-нибудь другим образом назвать вот а на самой этой кнопке делается событие то есть слушатель этого события и уже дальше что-то выполняется но в naxt 2 можно просто сделать клик native то есть клик точка native потому что во втором view соответственно так делается вот короче тост работает все с ним окей здесь кстати хитрая система сейчас я вам покажу мне же нужно чтобы они ну вот появлялись 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 и появлялись вот для этого всего вот здесь это все находится вот так вот мы сделаем короче body создается блок вот и когда нету то есть идет проверка если есть внутри хотя бы один элемент то блок больше не создается если внутри нет элементов то он удаляется то есть я могу их создать очень многое но они вот они здесь все и они исчезают исчезают и сам блок исчезает вот то есть так я он ругается короче на get computed style вот вот этот спойлер когда я не спойлер а слайдер где это используется когда я например что-нибудь сохраняю вот то есть здесь он ни на что не ругается здесь он не ругается то есть в целом я естественно все проходил ошибок никаких нет но я напишу тест то есть это обязательно будет пишет а как библиотека оказалась на третьем на ксте как я понял он недавно вышел а библиотеку ты уже какое-то время пилишь а у меня же была целая трансляция где я рассказывал как я переводил ее со второго вью на третий на кс же по сути ну назвать на кст оберткой для вью это наверное будет оскорблением для разработчиков на кста да но как бы основа то в любом случае это вью а next это просто несколько еще дополнительных модулей плюс серверный этот рендеринг у меня была трансляция можно это все найти вот то есть трансляция номер восемь где я рассказывал как я переходил с джава скрипта на TypeScript и с вью второго на вью третий вот этот вью sfc rollup на основе которого я это все делаю вот эта вот штука можете погуглить что это он поддерживает и второй вью и третий вью соответственно когда ты выберешь третий вью ничего тебе не мешает как бы это все дело запустить на на ксте что я сделал к счастью все работает но заработало не сразу я еще расскажу что я поменял короче вы чувствуете что дофига всего поменялось за две недели это было это продуктивно в плане вот библиотеки компонентов но вот немножко конечно замерлилось по некоторых по некоторым вещам не моей основной работы но другой работы к сожалению но зато в библиотеке продвинулся то есть мне осталось всего там два с половиной компонента сделать и потом можно сделать версию 0.1 бета надеюсь вообще что вам нравится то что вы видите прогресс определенно есть так давайте дальше 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 проблемы с мобильными версиями нужно все перепроверять вот я короче убрал из списка компонентов этот табы нигде у меня не используются эти табы в проектах кроме самой этого библиотеки компонентов по сути вот эта штука и есть табы пишет Влад библиотеку делаешь ради собственного развития или будешь на ней что-то накручивать из своих сайтов обязательно только ради того что я буду накручивать на большинство из проектов которые я делал либо делаю не включая свои проекты по основной работе там наверное будет слишком лихо я к тому что уже есть библиотеки зачем париться если можно готовые брать хороший вопрос вот ответ на него показываю из чего состоит эта библиотека компонентов то есть вот загрузка файлов вывод тостов различные инпуты спойлер слайдер селекты мультиселекты радио баттоны попап встроенный мультиселект карта списки различные типа для меню можно использовать инпут иконки форма с валидацией куча разных полей внутри этой формы код который можно копировать который нормально выводится чекбоксы карточки которые у меня используются это я все показывал вот пример такой карточки дальше я нажал блок пример такой карточки это все тоже карточки то есть библиотека это тоже все покрывает встроенные стили то есть это что-то типа tailwind компоненты кнопок компоненты хлебных крошек и все это вместе занимает 10 килобайт 10 килобайт господа плюс стили 5 килобайт плюс 2 шрифта как я говорил вот этот 8 килобайт и вот этот 8 килобайт есть куча различных модулей для вывода вот этих всех вещей отдельных типа свайпер например да этот валидация типа вивалидейт различные ну вот разве что хлебных крошек я не встречал компонентов то есть вещи которые я у себя использую регулярно вывод вот таких вот карточек то есть я это делаю для своего сайта в первую очередь даже не для своих проектов а для своего сайта то есть это не занимает бандли 10 килобайт если вот это все сложить это гораздо больше ну короче существенно экономится это все минусы какие то что отдельные вот эти компоненты разрабатывают очень умные программисты с огромными годами стажа вот и они покрывают очень различные в том числе очень такие крайние редкие случаи вот у меня нет у меня компоненты которые я сделал сам с нуля я знаю как они работают потому что я их сделал с нуля вот то есть мне не хватает галереи по сути открытия изображения во весь экран и компоненты таблицы все у меня больше не будет компонентов то есть их будет там 22 23 то есть вот эта библиотека их там будет 22 23 да ну 23 скорее может быть там будет добавится будет 25 она все равно будет весить 10 килобайт но она покроет ну я не знаю 90 наверное это слишком лихо но 80 процентов любой функциональности базовой на моих сайтах и проектах вот как это сделано как бы это очень английское слово questionable да то есть есть вопросы да к реализации но она очень маленькая простая но компонентов много относительно да то есть понятно то что если открыть какой-нибудь там material UI который теперь material you да называется там beautify не знаю все что угодно любую библиотеку компонентов она покроет всевозможные вообще случаи то есть там сидит целая команда которая пилит эти компоненты ну блин а я делаю это по вечерам трачу на это несколько часов в неделю вот но это потом сэкономит мне кучу времени и я думаю то что все это быстрее будет работать и меньше места занимать надеюсь что я аргументированно ответил пишет роман слушай можешь плиз показать как развернуть NAX3 чтобы рендеринг был на сервере я думаю то что рендеринг на сервере по умолчанию вот NAX3 разворачивается так же как NAX2 то есть ну npm run build появляется появляется папочка output ну разве что она называлась по другому вот но нам в любом случае все равно то есть npm start запускается процесс да и все что нужно сделать это на сервере этот процесс через там jinx proxy например дать доступ извне да к этому процессу то есть он крутится на сервере на localhost 3000 мы в reverse proxy этот 3000 порт открываем по там названию вашего домена да вот и все то есть я сомневаюсь что там что-то поменялось но я не делал деплой именно третьего NAX3 но я думаю смысл тот же самый то есть разрабатываем приложение делаем ну строим его npm run build npm start запускаем естественно мы не запускаем его сами npm start а через какой-нибудь менеджер процессов npm 2 запускаем его вот все то есть достаточно просто про это есть опять же трансляции пишет роман насчет твоих компонентов круть пиши никого не слушай ну как ты никого не слушай это очень важно привет дмитрий сообщение да вот критика комментарии они очень важны то есть вы даже не представляете как бы сколько сколько всего я узнал вот из обычных комментариев да пока у меня вот идут эти прямые трансляции вот дмитрий мне много всего подсказывал сергей тут периодически приходит тоже помогает то есть приходят люди которые учат можно сказать меня вот я же эти знания все равно как бы потом применяю поэтому я очень рад вашим комментариям лайкам и подпискам кучу трансляции пропустил как прогресс ну смотри 20 компонентов вот я сейчас тост показывал последний сделал такие вот различные вещи поп-ап не знаю что показать из такого сложного хлебные крошки тоже сделал давайте сделаю еще ссылочку на библиотеку в чат скину оп и это еще не все господа еще есть несколько вещей про которые хотел рассказать короче когда я установил это все дело в третий он ругался на require короче потому что в нескольких местах встречалась require в основном изображение когда были иконки подключены вот это было по причине использования в roll-up был плагин вот этот вот roll-up плагин image а был image files круто сайт уже переписал на новую либо нет конечно мне осталось два компонента сделать я сделаю два компонента и потом буду транслировать про то как я сайт переписываю короче плагин был roll-up image files которые вот эти вот иконки svg он в отдельные именно файлы экспортировал а подключал их уже в собранном да приложении которое в папке dist появляется через этот require вот короче пришлось от этого отказаться вернуть плагин image обычный который в base64 эти иконки трансформирует require там не используется и на третьем на ксте все это запускается то есть это не может не радовать и еще последнее это еще не все видите еще и вот сбор ну короче сделал сборку дэва то есть то что вот это вот запускается теперь это доступно господа доступно всем а не только тем кто запустил я себе под домен зафигарил оп кидая в чат скинул короче вы можете перейти и увидеть все то же самое не устанавливая библиотеку компонентов то есть есть как бы инструкция получается здесь есть ссылки вы не поверите на прямые трансляции которые одна из них даже сейчас в прямом эфире как вы видите будет еще одна серия обязательно где я покажу как я сделал именно открытие изображения и таблиц то есть это будет одиннцатое последнее вот то есть здесь вы можете посмотреть как эти компоненты работают то есть все вот это можно вам самим попробовать то есть я сейчас уже не на local хосте это можно закрыть я закрыл процесс я вышел из вискода это все работает естественно это ui.dirgnof.com то есть под домен сайта то есть под домен сайта блин я закрыл вискод я открою его короче добавил я одну строчку в package.json но это как storybook практически да функциональность то есть то же самое вместо serve build вот и он в папочку book потому что здесь это указано генерирует короче всю вот эту штуку но это то есть сам вот этот в usfc roll-up в качестве деф-сервера использует vcli ну это видно как бы здесь vcli сервис плюс вот этой зависимости cli да установлены то есть он генерирует обычный vcli проект статичные файлики я их закинул на хостинг even jinx как бы подключил этот индекс html да файл этот входной и все можно заходить на этот сайт все работает вот дмитрий пишет то что active на кнопках нету ну вот active true почему нету то есть добавляется класс то что active true плюс можно задавать изначально то есть есть состояние да кнопки вот ну не состояние короче класс можно передать через props то что если она по умолчанию active как бы либо я не понял твоего предложения роман пишет please еще можешь подсказать как импортировать svg иконки как компоненты и вставлять их как шаблоны ну есть эти svg лодеры кучи вот но не в моем случае то есть у меня это обычные статичные файлики то есть через img так подключенные вот короче все это теперь доступно можете тоже смотреть пользоваться active это состояние когда пользователь нажал а все понял теперь я понял в момент нажатия и обычно делается нет я понял тебя да я понял давай я запишу добавить реализация active записал но сделаю короче у меня чувство то что галерею изображений либо открытие хотя бы одного изображения во весь экран это типа fancy box есть light gallery такие вот пакеты короче я скорее всего за одну неделю не сделаю это плюс компонент таблицы плюс то что у меня осталось поэтому у меня прогноз что следующая трансляция будет через две недели но зато будет готова уже такая библиотека компонентов которую можно использовать и эту на самом деле уже можно использовать потому что много всего как бы тут уже есть плюс это уже работает типа в третьем на ксте можно юзать вот что еще сказать вроде все вот дмитрий еще предлагает вот то что сейчас говорит дмитрий это как раз части по-моему каких-то больших библиотек компонентов да то есть уже какие-то такие крайние состояния здесь это очень дискуссионный вопрос то есть за дизейбленную кнопку дмитрий предлагает сделать не знаю я подумаю насчет этого ты пиши мне в личку в телеграм в принципе я показал все да что вот за две недели случилось которые я не транслировал вот если вам понравилось ставьте лайк наверное все на сегодня вот пошел я смотреть классику Реал Барселона чего я вам советую давайте ребятушки всем пока через две недели скорее всего увидимся есть шанс что через неделю но точно не про библиотеку компонентов не знаю все давайте всем peace увидимся по-руссу по-руссу и по-руссу с